Итак, всем здрасте, товарищи Гамар Джабаги на свале, и приветствую всех поклонников Хвича Кварацхелии. Сегодня мне хотелось бы обсудить противостояние грузинского суперталанта и португальской звезды Милана Рафаэля Ляо. Потому что эти двое, ну, прям скажем, выделяются. На фоне своих команд выделяются техникой, неординарным мышлением. И сейчас, в преддверии теперь уже лигочемпионских матчей Милана и Наполи, многие раскручивают вот эту дуэль противостояния Милана и Наполи, как дуэль двух суперталантов, Ляо и Кварацхелии. Ну и хотелось бы отметить, что недавно эти же клубы уже встречались в рамках чемпионата Италии. И там Рафаэль Ляо вместе со своей командой уничтожил Наполи. Итоговый счет 4-0, португалец забил два мяча, ну и, в общем-то, таким образом сделал своеобразный вызов в адрес Хвича Кварацхелии. В хорошем смысле, потому что после этого матча, как сам Ляо отметил, он пошел и обменялся футболками с Кварацхелией, он его уважает, он говорит, что они в чем-то похожи. Поэтому здесь никакого негатива, но, так или иначе, вызов брошен и Кварацхелия сейчас, конечно же, должен чем-то отметить и ответить в рамках Лиги Чемпионов. Поэтому сейчас, в преддверии этого противостояния в Еврокубках, мне хотелось бы сравнить Кварацхелию и Ляо. Двух суперталантов, можно сказать, двух главных звезд, грайдущего матча Милан-Наполи. В чем сильнее Кварацхелия, в чем Ляо превосходит грузина и кто сейчас смотрится сильнее и интереснее. Давайте разберем вот этих двух великолепных игроков. Меня часто спрашивают, чем занимаются футбольные блогеры в свободное от работы время. И я вам скажу, веду телеграм-каналы. Не так давно в телеге появился очень интересный проект под названием «Утка Геймс». Это телега, которую ведут сразу несколько ютуб-блогеров, которые здесь делятся своими прогнозами на футбол, причем абсолютно бесплатными. Пройдя по ссылочке в описании, вы сможете ознакомиться с последними мыслями ютуб-блогеров. Что они думают о грядущих матчах чемпионата России, какие у них мысли касательно ближайших матчей АПЛ или Испанской Ла Лиги. Так что проходите, знакомьтесь, подписывайтесь. Мои коллеги ютуб-блогеры специально вот создали такой телеграм-канал для того, чтобы поделиться своими мыслями. Итак, я думаю, можно начать с основной статистики, тем более, что есть хорошая поговорка, дескать, самое красивое в футболе это счет на табло. Поэтому, оценивая атакующих футболистов, а Кварацхелия и Лиау как раз ими и являются, в первую очередь мы должны, конечно, сосредоточиться на системе гол плюс пас. Сколько кто забил, сколько кто отдал голевых ассистов. И здесь, на данный момент, Кварацхелия превосходит португальца. Хоть в минувшем туре португальцы смог пополнить свой голевой запас, но на данный момент Хвича его опережает. У грузина великолепная цифра 12 плюс 12 по дюжине и голевых передач, и забитых мячей в рамках чемпионата Италии. Что касается Лиау, он здесь явно уступает. По голевым передачам он их к десятке пока что не приблизился, так что основные цифры на данный момент в пользу Кварацхелии. Да, конечно, здесь нужно учитывать важный фактор. Фактор того, что Наполе играет в более атакующий футбол, чем Милан, поэтому здесь Кварацхелии, так скажем, сподручнее показывают себя. Но все равно, сухие цифры говорят в пользу Хвичи. При этом, если мы обратим внимание на так называемую расширенную статистику, то здесь ситуация также в пользу Кварацхелии. Он превосходит Лиау в большинстве показателей. Ключевых передач, обостряющих количество ударов и так далее. Единственное, в чем португалец смотрится сильнее Кварацхелии, это в количестве успешных обводок. Но, с другой стороны, хотелось бы отметить, что Кварацхелия в плане техники, как мне кажется, пока что не раскрылся на 100% в Италии. Пока что он здесь не так сверкает, как в Грузии или России, в плане именно обводок. Потому что, ну, как ни крути, а соперники в Италии, защитники более серьезного уровня. Поэтому сейчас, в отличие от предыдущих сезонов, у Хвичи реже проходят успешные обводки. Но мы понимаем, что дальше он может в этом прибавить. Потому что он постепенно адаптируется, изучит соперников, изучит защитников, которые играют в Италии. И после этого ситуация может быть уже в корне иной. Поэтому здесь, да, у Ляо есть определенные преимущества в количестве обводок, но я не считаю, что это что-то критичное. А в большинстве ключевых показателей Кварацхелия превосходит португальца. И здесь мы подходим к важнейшему фактору, который, опять же, говорит в пользу Хвичи. Это то, что он проводит дебютный сезон в Италии. И это очень важно. Потому что если мы сравним ситуацию с Ляо, то здесь, ну, совершенно другая история. Ляо, так на секундочку, еще в 2019 году переехал в Милан. То есть он сейчас четвертый год проводит в Италии. И при этом хотелось бы отметить, что он переезжал в Италию из Франции, а до этого играл в Португалии. И это, согласитесь, более серьезная предыстория, чем выступление в России и Грузии. Потому что где Россия и Грузия, где Португалия и Франция. Это совершенно разный уровень чемпионатов. Поэтому Ляо на момент переезда в Италию был, так скажем, лучше готов к выступлению на таком уровне. Потому что уже закрепился и окреп во Франции и Португалии. На родине и дальше он перешел в Лиль, во Францию, а дальше уже перебрался в Милан. То есть у него постепенный такой был прогресс. А у Кварацхели, простите, вот здесь где-то Россия и грузинский чемпионат в плане уровня. И здесь Сиае А. Ему пришлось вот так вот заскакивать на совершенно другой уровень состязаний. И он с этим справился. И в первый же сезон начал показывать классный футбол. А с Ляо было все не так просто. У него хоть и был более плавный переход из Португалии во Францию, из Франции в Италию. Но он далеко не сразу стал лидером Милана. И поначалу он вообще смотрелся абсолютным провалом. Игроком переоцененным, за которого переплатили и который не показывает себя. И только вот при Пьоле, который нашел ему применение, Ляо стал звездой. Поэтому здесь, ну вообще, Кварацхели идет с опережением графика своего конкурента. То есть сейчас Кварацхели в первом сезоне в Италии показывает существенно больше, чем показывал когда-то Ляо. Так что здесь, да, мы можем сравнивать их, так скажем, в реальном времени. Как сейчас выглядит Хвичи и как сейчас выглядит Португалец. Но если сравнивать их первые сезоны, Хвичи смотрится намного круче. Поэтому у него перспективы, чтобы прибавить, они огромные. Так что здесь я рискну предположить, что Хвичи это человек с более серьезными перспективами, чем Рафаэль Ляо. Хотя и тот, конечно, чертовски хорош. И вполне возможно постепенно станет главной звездой португальской сборной. Но после того, как нынешняя главная звезда с модной прической и гелью на голове уйдет на покой и закончит с футболом. Так что здесь будем посмотреть, но на мой взгляд Карацхеля сейчас смотрится круче. То, что в недавней встрече Милана и Наполе Хвичи не удалось показать себя, ну, мы должны понимать, что футбол это командный вид спорта. И когда Наполе откровен гая провисает, а Милан на ходу, понятное дело, что Ляо легче показывать себя. А вот что будет в следующей встрече, уже в Лиге чемпионов, между Наполею и Миланом, это мы посмотрим. Так что будем ждать и будем надеяться на более конкурентный футбол в Лиге чемпионов. Чтоб там не было 4-0 в пользу Милана и давай до свидания. Чтоб там реально был футбол и напряжение. Будем ждать этого матча. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.